тарадун дамы и господа с вами реверс и мы продолжаем проходить старка в 3 мастерит дополнение бродвар 5 эпизод компания тиранов на прошлой серии падение императора эпицентр неплохо ребят себя проявили 250 просмотров я даже офигел когда увидел и как вы можете заметить есть еще одно дополнение точнее дополнительное прохождение 5 эпизода наверно так они поделены на а и п скорее всего а это у нас эпицентр то есть призраки и птицы войны это скорее всего у нас отсылка к батл крузера но эта глава нас теперь мало интересует нас же сейчас интересует 6 глава бегство император поехали на прошлой серии мы видели что джим с плотом протосов сперли менско просто у подноса озд конечно стальные яйца надо иметь но давайте посмотрим что нам покажут в 6 главе поехали скорее всего воевать мы будем уже против протосов бегство императора флагман озд александр на пути к аюру чего не понимаю С какой стати протасы защищают людей? Не знаю, Жерар. Но протасы отнюдь не единственная проблема. Сканеры обнаружили множество стай зергов вокруг базы. Пока что они не проявляют активности, но в любой момент их может что-нибудь спровоцировать. Если зерки нападут, нам придется воевать на два фронта. Ясно. Что ж, придется рискнуть. Менск нужно ликвидировать, он все еще представляет угрозу для нашей операции. Капитан, вам поручено атаковать командный центр ветерников, расположенный на базе протасов. Менск и Рейна должны быть именно там. Мы же укрепим воздушную оборону фрегатами класса Валькирия. Ведь адмирал Стуков и лейтенант Дюран прикроют ваши войска и позаботятся о том, чтобы никто не помешал вам выполнить задание. Ну что ж, поехали. У нас основная цель – уничтожьте Кабманный центр Рейнара. Поехали. Так, о-хе-о-он-ома. А, это ну. Я готова. Ну вот и контрпик воздушным войскам, да? Прикольно. Ам... А, че за... Оу. Окей. Ну, блин, я могу сказать, это неплохая контракт против зергов воздушных целей. Идеальное оружие, я ничего не скажу. Так, давайте-ка начинаем потихонечку. Против нас зерги и протасы, скорее всего, да? Расслабляться нам не дадут. Воду тушить как только могут. Развертываем базу как можно быстрее. Мастерскую сразу ставим оружейку и сразу рейд. Весь из казармой. Так, у нас есть часовые в виде посадных танков. Это хорошо. И нам нужен вижн. Нужно расширить наш лимит. Расширять. Иметь лимит. Что ты сказала, ахтунг? Фига там озвучка у этих валькирий, конечно, ничего не скажешь. Да уж. Так, это все дело нам надо будет закрыть. У нас будет некая такая крепость, да, которую нельзя обогнуть. Так. Танк, давай суты. Блин, он почти покойник. Валькирии немножко затупили, поэтому мы потеряли еще один осадный танк. К сожалению. Так. Блин, фейнера. Блин, фейнера. Держитесь, щас тряхнет. Уже в пути? Готов к работе. Так, Эп. Куда лететь? Вас поняла. Работа выполнена. Так, Эп. Работа выполнена. Готов к работе. Отлично. Оставлю здесь, на всякий случай, бункер. Они у нас чисто против воздушных войск, эти валькирии. Врата искривления на базе протосов активированы. Энергия, излучаемая вратами, спровоцировала атаку зернов. Будьте готовы к кушам. Подожди, туретку, давай тут поставим. Ох, ладно. Они типа не дадут им смотаться или что? Что за войнушка такая? Сходит. Работа выполнена. Так. Что, все? Можно уже, наконец, чуть-чуть расширить лимит? Женец завершен. Так, Эп. Что приказать, Эп. Ант на марше. Куда двигать? Дайли вам готовы. Работа выполнена. Хорошо. То есть нам что еще протосов пробивать придется? Ну, кстати, может получится. Не будет просто, я думаю, что точно. У нас заранее, так, это, я думаю, скрылся. Для Голиаф, насколько я помню. Давно в стартрафт не играл, три дня это все равно что-то при целой вечности. Пристегнитесь. Ремонтируйте. Ремонтируйте. Девушки. Девочки. Кого уничтожить? Так. Я воль. Че? Что за... Что за... Девочки. С HAMR Meth supermarket. Всегда рада помочь. эти как нас будет стуков и дюран прикрывать в другом месте что пойму никак арсенальчик поседающего подогнать лабораторку поставить игры и дальше шли у нас ради этого лаборант мне посуда какой-нибудь инвиз точнее об серверы инвизны как у протас долин нету у нас протасы шалят посмотрели отошли чего не ставим я помню что они мне могут обойти в любой момент просто те комп и такие резвые ты мне берешься а а и и и и и а и и по-любому нужна мощность наших танков что предлагаю игры донуть какая-нибудь нужна ближайшая дать посмотрим это здесь где-то зерги основались смотри-ка до свидания . и нашел это хорошо можно брать что там космопор стоит от не есть кайф как валькирии будут воевать против воздушных сил просто даже интересно посмотреть вариант можно еще вот здесь поставить бункер движенным хотя вижу у меня есть но все равно здесь вот еще могут без проблем обойти меня как раз еще одна танк застрял что как лимит дает о себе знать имеют дает о себе знать хорошо хоть эту игру не на время имеется ввиду танцы плакал бы и сейчас потом на время всего уничтожить и захватить или конечно хорошая тема блин не проявит себя не напрягает этот проход нет боевых горами закрытия не очень напрягает так давай коридоним теперь наш воздух да вроде как возлагаю на них надежды этих девочек да хорошо хорошо неплохо ландшафт прям просто лучше ландшафт как только может быть так у нас вроде потом еще две головы остаются конца этого эпизода можно немножко позлиться просто фигней страдают у редки те стали на меня даже не нападают толком где я придется воевать на два фронта девочки дорогие если честно смотреть как они будут драться против протос нифига себе я сказал я тебе вы кто такие девочки вы чё такие мощные объясните ко мне почему у вас во втором старкрафте нету и ну блин ребят это было мощно они просто за пару секунд убрали этих разведчиков что я могу сказать красиво вот и гости вот и гости в виде зерков как дурак хочу опять через пехоту поиграть длину немного то не требует что нет никто и козел больше ты нет кто если понравится я вижу этих зараз Слышно, драгонов действует, а получение нет. Интересно даже посмотреть эту тему. Почти я беру. Те, походу, не действуют. Вроде щиты живет, нет, или щиты сбил танк. Понятно. Не, ну если это было бы так, то это была бы имба. Что тут не так все просто. Что тут не так, то это было бы так, то это было бы так. Не, ну против, блин, этих архонов, они точно без шансов у пехоты. Архонты разнесут их просто в щепки. Подождите пару секунд. Продолжаем. Продолжаем, продолжаем. Да. Давай попробуем огнеметчиков в пать врубить. господи у озвучивал этих девочек серьезно твоих озвучивать жесть теперь можно броню прокачивать не ну в принципе неплохо против наземки мы еще как-то можем даже никаким десантом почти не пахнет пока что валькирии под тем временем можно и кстати прокачивать я вижу у них потенциал две брони вначале нереально какие-то неуязвимые против воздушных целей мощно так пятки не вас вас задание на эта точка сейчас будет чего единицами тут на меня нападать с ними такими темпами не пробьет кстати у них тоже есть одна бронька у огнеметчиков начале и радует может не радовать есть какая-то такая ну мини конечно но танковость вижу пусть этот observer летает рейс его патрулирует значит зерги где-то с другой стороны смотримся немножко мы давно уже на юре не были знаю а юре сейчас с оранжевый синий лимит у нас сейчас будет немножко давайте себе знать это давай заранее так за их нам поставить это ставим это диверсант прошел вспомни про него да еще как-то простирается эта территория интересно посмотреть вдруг какая база впереди это у нас тут зерги тусуется коричневый против нас еще она пока не нападает блин немецкие девочки обучаются пилотирование нормально ничего не скажешь предстоит 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 обучение что неплохо где кстати г на г Продолжение следует... 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 про прячется это скрытие не из утра два научных суда сюда пожалуйста еще два осадных танка надо и кажется я готовлюсь какой-то мясорубки это не есть Попытный феномен. Летого бедного ксмчика не дает ему выбраться грыли на зиму технику Нам напрямую идти или нам обязательно зергов уничтожить? У нас я знаю, основная задача уничтожить командный центр Рейнора, но я нападу сейчас на протоксов. Не ударит ли мне в спину чертовы зерги, которые ну очень обожают ударять со спины. Хотелось бы, конечно, глявчи сюда давай. У него тоже не стоит грейды. 3, 2, 2, здесь 0,1. Подожди, отнюрочку дай за. Отнюрка. 1, 1, 1. один они просто как-то серьезно сейчас по ходу будут играть грейдом они тоже молодцы задумались можно сначала попробовать с осадными танками пойти конечно одни танки из голиафы как прошлой стройте стратегии только без battlecruiser of что они капец какие затратные что давай еще пару заводов сюда наполним еще пару валькирий сюда не хватит тебе тоже там сидеть сейчас к лаборатория и нам надо 5 лимит расширять я другой ксм мешает чувак сильно я не виноват это озвучка такая налево чтоб ко мне потом не придирались я не определенная сильная воздушная единица ну прям не придерешься к ним завершена придирок просто нет завершено на кире будет прикрытие у нас так об сервик нам нужен который будет видеть все наперед драгуны как только нас видят должны по идее сразу нападать нет лимит дает опять о себе знать я как будто не строил этот фотохранилище может из-за того что заводов слишком много до беседы не сделала не отлично но в там указания мужчина покершу стоит я чуть не пойму его этого бота я вот увидите лес нашу а он просто стоит смотрит это нелогичность принадлежит линга лев как будто вообще ватные максимально нужно парка и сэпчик подгончик о по по пошли пошли партизаны пошли нужно больше гляд и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok какой-то получается у меня когда у меня успели так пробить вообще отвлекаясь по дикому это дело мне перегорали кто там такой ненасытный мне в телефоне пишет я так не играю ребят я так не играю это привет это батток крузерах переходи и на карту смотрю и смеюсь грубо говоря что это за армия там собирается жесть и не защищает эти врата искривления как не себя над по фронту сидишь в ее пою и что-то еще коричневый толком не дала себе знать или он где-то его там пробивает а я просто не вижу река здесь у нас тоже пытается кстати доберись еще до этого центра да чисто воздухом что-ли попробуем он сам на меня полез я ему ничего не делал он мог спокойно воевать против синего он сам на меня полез и не при делах ладно пробуем все это дело сделать с воздуха и пофиг что у него там целая куча драгунов дадим инвиз миражам начнем строить миражей и вот оставляет у меня лучшего нормально так пробивал псионики просто так стоят они как будто ничего не делают где работой падал крузеров надо еще накидать сюда и дачу они борются за эти врата ну ладно допустим есть конечно план капкану нам надо все это дело облететь действует надо очень быстро плюс нужны батл крузеры уже ямато шире им лимит опять и больше нападать не на кого что ли десанты виража можно его немного войска почесить прополкать как и и и и и и борьба за врата я но у него игры ты блин 22 он все равно мне просто чем прихода не может сделать к сожалению вообще рейды 3 3 просто не он как будто замечает эти грыбе он серьги нападают дают сергей батл крузер вперед взвоз по батл крузеров где мы имеем еще один стоппорт пидюрити вот здесь чем эти заводы плану строила спали меняет немножко раздражать начинает ух как летят рейды 22 настроен серьезно как я туплю как я туплю я выделять нормально не могу там вся моя пехота полегла обнаружена группа летающих зергов время прибытия то прямо сейчас это у нас такая ударная группа будет на отню ручку нужны батл крузер ищу стоппорт стоппорт Нам просто нужно паттл-крузерами прорваться к этому командному центру и снести его нафиг. Через всю эту арабу. Мы можем просто их обойти, как вариант. Вот так вот примерно обойти и прорваться сюда. И устроить пушками-яматами артобстрел по этому командному центру. Прошлый план, но безумный. Нужно очень много паттл-крузеров. Если честно, то, наверное, даже целая пачка. А если так? А если так? Куда ты? Куда ты, бро? Куда ты? Ты шо? Иднись. Не, ну они реально молодцы вообще. Это дикая воздушная атака со стороны тиранов. Дикая единица. Чуть подобного я не видел. Я даже так все бы не закупался. Дикая воздушная атака со стороны тиранов. Дикая воздушная атака со ореха. Дикая воздушная атака со стороны тиранов. Цена. с этими войсками которые где-то застревают где-то 105 ну блин невыносим чест перепаду прозит мало мы еще просто будем большей кучкой вода грузов прорываться вперед ударная группа пройдет настолько насколько возможно опять войнушку ставим этим можно воспользоваться они дерутся ловить момент и идти он отвлечен на зеркал это редко как будто вообще бесполезно и никто не замечает толком ездят стать полярно стоит будет потом печально было бы еще такая идея дать медиков стимулятор чтобы они сидели как не себя кажется это было бы мощно дисбаланс ждем пока батл крузер чем больше тем лучше решили расширяем лимит 6 батл крузеров мало еще однозначно с этой карты я долго вожусь потому что с наземки ее не пробьешь рано что у него для самого полного хардкор здесь еще и жуков нет уставит простой войска прутся 100 портов у него блин здесь у него войска здесь самый геймплей мой начнется вот отсюда с мы нормально пройдем ударная группа так прорывается и вот здесь где-то вот дайте крейсером и схема то и уничтожит командник просто без проблем еще энергии набрать надо грей для миражей чтоб получили 50 энергии и сразу в инвиз закинем 8 банок крузеров прошел мне нужно это одна единственная атака что прорваться можно ли снизу к нему зайти нет нифига сему тут тоже хаос устраивают и войска просто абсолютно везде но здесь вроде как более проще пройти смотреть вот это принципе все игнорировать так я думаю 10 battlecruiser хватит бронька у них тоже отменная 33 больше чем в валькирии кстати застрял молодец еще не скажешь так пробуем пройти снизу что делал хочу посмотреть и тем прячется то я приключил ввс и versant ко мне прет и versant сергам больны что ли делать нечего что упа там полетела что ли у тебя прям баток крузере медленно будут лететь этим какой-нибудь обогащенный там не знаю чё ты там и черт нечего те что ли конечно радость моя троечка здесь начнется у нас вроде прорыва и и все и что и Они, в принципе, сами справятся, батлы. Их даже дефать не надо. Мощные ребята. Там должен быть дюран, но, похоже, он убрал оттуда свой отряд. Лейтенант Дюран, говорит Снуков, прием. В вашем квадранте замечена огромная стаи зягов. Вы идите на связь, черт вас дери. Очень странно, биться, адмирал. На моем радаре нет никаких зергов. Может, у вас оборудование барахли? Лейтенант, если эти зерги прорвутся, мы не сможем поймать Менгска. Приказываю вам немедленно вернуться на позицию и поддержать моих бойцов. Простите, сэр, я вас очень плохо слышу. Сигнал пропадает. Я не разобрал, что вы сказали. Попробуй выйти на связь позже. Дюран! Капитан, к вашим позициям направляются превосходящие силы зягов. У вас в запасе не более 15 минут. Возвращайтесь на корабли. Сообщите адмиралу Дюгалю, что мне нужно уладить одно. Личное дело. Ваши войска отопыты. Уф, мать моя, кеда. Ну, короче, они удрали, да? Мощно, мощно. Дюран прям вообще меня впечатлил. Вас плохо слышно, я никого не вижу. В чем прикол? У вас там связь барахлит. Ну, все мы знаем, к чему это все велось. Дюран был типичный. Ну, вы поняли. Засранец был еще тот. Ладушки, как бы то ни было, мы продолжим уже на следующей серии. Ребята, с вами был Риверс. Всем пока-пока, до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова